Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, уважаемые братья. Благодарим Всевышнего Аллаху Субханаху ва Тааля, то, что дал нам возможность дожить еще до одной пятницы, вместе собраться в самом наилучшем из своих мест на этой земле, в доме Аллаху Субханаху ва Тааля, в мечети. То, кто в мечети Аллаху Субханаху ва Тааля находится, тот близок к Аллаху Субханаху ва Тааля, тот под покровительством Всевышнего Субханаху ва Тааля, под его защитой. Просим Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, как собрал нас вместе здесь братьями, любящими друг друга ради Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы также нас собрал вместе в Мустакарри Джаннате, в вечном раю Фердеус, с нашими родителями, близкими, родственниками, с нашим потомством. Инша Аллах, помилуйся Аллаху Субханаху ва Тааля, чтобы одолил эти лика от наказания ада и чтобы был доволен нами. Инша Аллах. Субханаху ва Тааля, как-то пятница быстро летит, от пятницы до пятницы время. И в последнее время из признаков судного дня, то, что он близок, то, что будет время проходить быстро. И когда видишь, в первую очередь всегда, когда мы что-то говорим, в первую очередь самому себе делаешь наставление и хочешь поделиться с этим, с близкими, с братьями. Когда видишь, что верующий мусульманин проводит свое время без пользы для Ахира, для вечности. И также для Дунья, для этой жизни, в которой он живет, становится печально на душе, когда видишь молодых ребят, молодежь нашей уммы. Когда время проводят бесполезно, когда, более того, время свое тратят на тем, чем недоволен Аллах, собираются вместе, совершают харам, не стесняются, то, что Аллах видят, не стесняются, становится печально и больно. И когда собираются, просто так бездельничают, тоже становится от этого печально. Поэтому хотелось бы обратиться, в первую очередь, к самому себе и ко всем братьям, и ко всем тем братьям, молодым братьям, которые фахр-ал-умма, которые почет нашей уммы, шабаб, отдельно за них просил дуа посланник Аллаха, молодые ребята, которые Аллах называет в Коране риджаль, мужчины, хотелось бы обратиться и сделать напоминание. Поехали, в нашей религии есть напоминание, чтобы наше время напрасно не проходило. Пророк Мухаммад сказал, ниаматан, и сегодняшнее вот это напоминание будет вокруг этого хадиса. Ниаматан махбунун фи хима кафиру мин аннас. Две милости, которые Аллах дал человеку, но человек должное значение не придает этому. Махбун, то есть махсур, то есть хасар, у него убыток в этих двух милостях. Он не придает должного значения. Не придает этому значения. Ас-сиха – это здоровье, когда Аллах дает человеку здоровье, он к нему относится, сам себя уничтожает иногда своими же руками. Аль-фараг – это свободное время. Люди не придают значения, сказал Пророк Мухаммад. Много людей говорит послание к Аллаху, саллаху алейхим вассалям. Поэтому даже когда, помилуйся Аллаху, ездим на хадж, на умру, видишь, когда совершают таваф молодой человек, как ему легко это совершать, и видишь, когда старый человек совершает, и многие обманываются и думают, в старости поеду, совершу хадж, в старости поеду, но однако поклонение уже не сможет нормально поклоняться, или его на коляске будут возить, или тяжело ему будет это совершать, или он не успеет это сделать. Поэтому, пока молодой человек, он должен, аль-хамдул-Ллях, побольше делать благое, и побольше занимать свое время тем, что ему принесет пользу в этой жизни и вечной. Если посмотреть на людей, если посмотреть на тех людей, давайте возьмем в области знаний, которые достигли больших высот в области знаний, ученые, то они так же живут, как и мы. У них так же дни проходят, то есть столько же кушают из того, что мы кушаем, пьют из того, что мы пьем, так же. Но, однако, как они относятся к своему времени? И поэтому, так как они относятся к своему времени, достигли таких больших высот в любой области. Если взять в области знаний, например, имама Шатиби, рахмахул-Ллах, написал Манзума, как-нибудь к ней вернемся, тоже шарах небольшой сделаем. Самое лучшее, что было написано в области семи караатов Корана. Собрано 1173 бейт, 1173 куплетов в стихотворной форме. И ученый, ибн Кафир, рахмахул-Ллах, сказал, лям яль хаку, ва лям ясбеку. Говорит, никто до него не написал, в 500-х годах он по хиджре жил, подобно ему никто не написал и никто не напишет лучше, чем имама Шатиби, рахмахул-Ллах, который жил в Филе-Ундалюс, сейчас Испания называется, лучшее в области Корана семи караатов. В 500-х годах, сейчас 1442-й год, поэтому вся умма возвращается к его книге, если человек хочет семь караатов Корана выучить, нужно вернуться к его книге. Жил сколько он? 53 года. 53 года мало жил, но, однако, до сих пор живут его знания. 53 года прожил, но, однако, если посмотреть, он столетиями живет. Вот, его имя упоминается, и все за него делают дуаи, и к нему возвращаются. К его книге. Пророк Мухаммад, вот здесь мы должны быть бдительными, пояснил то, что сколько человеку жить в этой жизни. То есть годы, которые проживает человек из уммы пророка Мухаммада, пророка Мухаммада, они короткие, даже короче, чем, которые были до этого, жили столетиями. Адам, только 950 лет призывал к Аллаху, а жил еще больше. Однако, из уммы пророка Мухаммада мало живут. И сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Годы, которые проживает человек из уммы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. То есть мы с вами от 60 до 70 лет – предел. И мало кто больше этого проживает. Если посмотреть, человек стареет 60 лет. Сколько на пенсию выходит? 55, да, мужчина выходит? 60. 60 лет выходит на пенсию, все, уже бабай, уже старик считается. 60, 65, 70, плюс, минус. Мало кто до 80, до 90 лет сегодня наживает. И это пояснил пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, дабы мы с вами поняли, что мало живет человек 60-70 лет, и мало кто больше этого живет, сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. От этого мы должны с вами понимать то, что верующий он должен каждое свое время, минуту, час направлять именно на то, в чем будет польза для его вечной жизни, для ахира и для этой жизни. . Аллах, субхану алейхи вассалям, в Куране упомянул, как будут люди сожалеть в Судный день. Народы будут сожалеть. . Вот эти слова будет говорить человек. . Если бы мне вернуться в жизнь, если бы я вернулся обратно, для чего? . 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 помимо того, даже обитатели рая будут сожалеть будут жалеть то, что в Дуне у них один час проходил, они уже в раю, но, однако, будут сожалеть о том часе, в котором они не поминали Всевышнего Аллаха. Пророк Мухаммад очень сильно старался, чтобы у верующих, у сахабов просто так не прилетало время, но, однако, сегодняшние институты, многие из институтов посчитали то, что примерно 70% людей на этой планете то, что 70% у людей время уходит на пустые дела, на бесполезные дела, от которых нету пользы. 15% уходит на муджаммалят, то есть на, знаете, все, вот это вот, краски приукрасятся, чтобы себе показать в такой виде, то есть там бывает где-то селфи, вот это вот все делается, вот это вот, как сегодня можно увидеть у каждого, чем он занимается через интернет, то есть вот это муджаммалят, то что 15% только людей, которые естафидуна хакикатен, которые берут пользу истинно, это во всем мире. Смотрите, что пророк Мухаммад салаллаху вещей. Первое о своей жизни, как он ее провел, полностью будет отвечать в судный день, я буду отвечать, все мы будем отвечать за нашу жизнь. И отдельно за свои молодые, за молодые годы, за юношеское время, как он его провел, в поклонении Аллаху, в полезных делах, или в хараме провел, в том, в чем недоволится Аллах. Поэтому пускай не обольщается молодой юноша, то, что сейчас я погрешу, а потом попрошу на пенсию воду. Нет. Смерть приходит внезапно каждому. Поэтому за отдельно будет спрошен в судный день за свою шабаби, за свою молодость. И именно молодость, Аллах в Коране сказал, пояснил то, что это сила между двумя слабостями. Шабаб, то есть именно юношес, когда человек молодой, он чувствует силы, это именно та сила, которая между двумя слабостями. Аллах, Субхану ва Тааля, в Коране сказал, Аллах воссоздал и слабости, когда мы с вами родились, были утроби к наших матерей, полностью зависели, то есть были привязаны к нашей маме. Были слабыми. Не могли разговаривать, не могли ходить, не могли даже взять кусочек, положить себе в рот. Слабыми были. Потом, после слабости, Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, сказал, я дал силу. Когда человек возмужал, или девочка, она выросла, да, то есть у нее есть силы, у него есть силы. Сынна, потом, после силы, вернул в слабость и в седину, в старость. Когда человек старый, он тоже нуждается в помощи молодых. Аллах, Субхану говорит, создает все, что пожелает. Поэтому вот эта сила молодого человека, до этого была слабость, и после нее тоже, да, Аллах, Субхану ва Тааля, если будет долго человек жить, тоже он станет слабый. Пока есть сила, нужно именно делать то, в чем есть польза для нашей этой жизни и для вечной жизни. Теперь давайте посмотрим. Посланник Аллаха, Субхану ва Субхану, очень уделял внимание на то, чтобы человек, верующий, в каждую свою секунду, в мгновение своей жизни, делал то, в чем есть польза. Смотрите, пророк Мухаммад, Субхану сказал, если уже наступит судный день, если ангел Исарфил уже даже в горн, он задует, дунет в горн, люди будут в страхе, бежать, непонятно куда, судный день начался, Аллах заменит небеса, землю, то есть судный день, событие такое. Пророк Мухаммад сказал, если судный день наступил, и у кого-то у вас в руках маленькая пальма, чтобы ее посадить кто-то хотел. Сказал пророк Мухаммад, салаллаху алейхи ва салям, в этом для него будет награда, сказал пророк Мухаммад, салаллаху алейхи ва салям. То есть пускай человек не думает, какая фаида будет, какая польза от этого будет, уже судный день наступил, возьмет и выкинет. Нет, пускай доделает начатое дело, сказал посланник Аллаха, салаллаху алейхи ва салям, и не думает, будет польза или нет. То есть верующий человек, он не должен смотреть маленькое дело благое или большое, но он смотрит на величие, перед кем он его делает. И так же на грех, не должен смотреть маленький грех или большой, однако величие, какой великий, тот, перед которым человек согрешает. Табирани, имам Табирани приводит от Умара ибн Хузейма ибн Сабид, рада Аллаху альху, то, что пришел Умар ибн Хаттаб, рада Аллаху альху, к Абу Хузейма. Абу Хузейма, Хузейма ибн Сабид, сахаби-ль-джалил, великий сахаба, великий сподвижник. И тогда он его застал дома без дел. Тогда Умар, рада Аллаху альху, обратился к нему, сказал, почему ты просто так без дела сидишь? Что тебе запрещает спахать землю, что-то посадить, сделать какое-то полезное дело? Он ответил, я, говорит, уже старик, сегодня-завтра мне умирать. Умар ибн Хаттаб сказал, делай, посади, поистине тебе в этом есть награда, пойдем со мной. Я кулю Амара, сын его, ибн Хузейма, Амара, говорит, я увидел, как Умар ибн Хаттаб вместе с моим отцом копали землю и что-то туда сажали. Потому что верующий человек не должен просто так проводить время без пользы. Он должен что-то сделать полезное для себя, для близких, для общества, чтобы была польза для вечной жизни и для этой. Прошел, проходил мимо молодых людей, просто так сидели без дел, бездельничали. Как на сегодняшний день можно увидеть там на остановке рядом с заправкой, вот вечером после Иша возвращаешь домой, просто так смотришь, Аллаху Аля, вроде верующие мусульмане стоят там, просто так. Бездельничают, еще кто-то и закурит, или еще какие-то дела делают, или бывают на харамном где-то собираются. Страшнее, если собираются, там наркотики принимают. А тут просто без дела стояли. Просто без дела стояли, смотрят направо, налево. Бывает такое же, без дела рассматривают, всех обсуждают. И тогда Шурейх сказал, как Хасан Абасри говорит, я ибну Адам, иннама антал айям, куллама захаба яуму, захаба ба'бук. Хасан Абасри описал и сказал, о, сын Адама, о, человек, поистине ты – это количество дней. Вот сегодня мы с вами проснулись, один день ушел. Мы приближаемся к нашему сроку, к могиле. Поистине ты – это количество дней. Если один день ушел, часть тебя тоже ушла. Хасан Абасри, рахмам Аллах, сказал. И когда Шурейх увидел Аль-Кады, просто так молодые люди стоят, без дела. Что вы просто так сидите, без дела? Они ответили, у нас появилось свободное время. У нас ничего нету, даже разговоры закончились. Просто так сидим, без дела. Тогда Шурейх сказал. Так ли поступает мусульманин, если у него появилось свободное время? Обратите внимание, он сказал слово мусульманин. Мусульманин так себя ведет, когда появилось свободное время, просто так бездельничает. Не читали вы аят, где Всевышний сказал? Когда у тебя появилось свободное время, займи его полезным, займи его чем-то, сделай что-то. И стремись к Господу своему. И стремись к своему Господу. Мухаммад Айуб, один из часов в мечети пророка Мухаммада, был имамом. Недавно он несколько лет назад только умер. Потом был имам в мечети Куба. Как раз последняя молитва у него была салата аль-иша. Его сыновья говорят то, что он читал. Уже внутренний намаз не проснулся, Аллах забрал его. Последние аяты, которые прочитал, когда у тебя появилось свободное время, займи его и стремись к своему Господу. Удовольствие Аллаха. После этих слов, когда только у человека появляется свободное время, и он хочет бездельничать, нужно вспоминать слова Умара, чтобы нам стало с вами стыдно. Я, говорит, не люблю видеть мужчину. Вот это слово. Сахабы спросили, что такое? Не занят он делами вечности, ни делами этой жизни. То есть то, что принесет пользу в этой жизни, и то, что принесет вечной. В каких-то чатах сидит, может быть, просто так смеется, смотрит ролики комедийные часами и так далее. То, что не приносит ему пользу, ни в этой жизни пользу не принесет, ни вечной. Я не люблю смотреть на такого мужчину. Мне стыдно на него смотреть. Я, говорит, падает в моих глазах. Ибн Масиуд, сказал, необычный человек. Ибн Масиуд, в моих глазах падает. Когда человек просто так, говорит, сидит и не занимается делами, которые принесет ему пользу в вечности или в этой жизни. То есть не работает, не делает что-то полезное для джамаата, для себя, для семьи. И также, или не занят делами ахирата. Просто так падает в моих глазах, как сказал Ибн Масиуд. Ибн Масиуд. Давайте теперь с вами посмотрим на ученых, которые достигли таких. Иногда человек спрашивает, как же мне быть, как таким шейхом, как имам Бухари, как мне быть, как имам Шалтаби, как имам Абу Ханифа или как на сегодняшний день великий ученый. То есть хочу таким стать. Но, однако, давайте посмотрим, как они свои времена проводили. Как они свое время проводили. Хотя так же жизнь у них проходила, как и у нас проходит. У каждого человека свой срок. Мало они жили, но, однако, их ими до сих пор столетиями упомянуты. Я говорю, Умар ибн Абдул-Азиз, рахмаху Аллах, Умар ибн Абдул-Азиз, рахмаху Аллах, сказал, я ибн Адам, инна лейля ваннагар ямаля нефийк, фаамал фийхима. О, сын Адама, о, человек, поистине день и ночь работает над тобой, так ты же над ними работай. То есть день и ночь забирают твою жизнь. Однако ты сделай, заполни день и ночь благим делом. То есть благим нужно чем-то заполнять. Но, опять же, если посмотреть сахабов, они не бездельничали. Однако, сколько бы они много хорошего, благого для себя, для Уммы, для семьи не сделали, они считали это малым. Это по их ахляку, по их нравственным качествам, по их таладу, по их скромности. Абдул-Айбин Мас'уд, великий сахаба, ученый, Уммы, смотрите, что он сказал. И больше всего я, говорит, сожалею, когда садится солнце. Наступает вечер. В этот момент мой срок приближается. Однако мои дела не увеличиваются. То есть он по своей скромности, несмотря на то, что дело много, он считал это малым. Больше всего об этом, сожалею, когда вижу солнце садится. Магреб. Мой срок приближается к смерти. Однако я ничего не сделал такого полезного. Поэтому даже посмотрите, пятница, да, у братья, быстро прилетела. Как будто вчера только была пятница. Рамадан от Рамадана. Хачда хаджем. Курбан до Курбана. То есть просто летит время. А чем мы его… Над нами работает день и ночь. Мы должны чем-то заполнять этим. То есть поэтому у нас должна быть какая-то программа в жизни, по которой мы идем. И цель должна быть, которая нам принесет пользу, иншалла, в этой вечной жизни. Якуль Абдурахман ибн Имам Аби Хатим. Абдурахман ибн Имам Аби Хатим. Вообще Имам Абу Хатим. Алим мин а'лямил хадис. Великий ученый в области хадиса Абу Хатим. Слышали, наверное. Якуль, смотрите, достиг такого высокого уровня в знании хадиса, в познании хадиса. Однако, смотрите, рассказывает, как он проводил свое время. Руббамакана Аби Якуль. Когда у него спросили, как ты достиг таких высот? Он, опять же, указал, как он проводил свое время. Говорит, Руббамакана Аби Якуль, Ва Ана Акра Алей. Говорит, когда мой папа кушал, в этот момент я брал пользу. То есть я ему рассказывал хадисы, читал ему. Даже во время его еды, когда он кушал. Руббамакана Ямщи, Ва Ана Акра Алей. Потом вставал, уходил, я за ним шел, дочитывал ему, читал ему. Фа Руббама Тауджаха Илаль Каниф. Когда направлялся в сторону уборной, я не за ним шел. До того, как он шел. Когда он шел, я ему читал по дороге. Фа Ида дахал Аль Хамнан, Акмальту Аль Кираа. У Ана Филь Харич. Когда он заходил в уборную, я, говорит, продолжал, на наружной стороне оставался и читал, продолжал, не останавливался. На сегодняшний день в Мавритании тоже. Ученые, великие ученые в Мавритании. Как говорят, у них каждого есть хайма, есть палатка. Мужчина с гор спускается, в палатке учится, потом обучает других. Возвращается, потом поднимается в горы к своей семье. И также в палатке умирает. То есть постоянно посвящает свое время знаниям. И даже нам шейхи рассказывали, как они, мы поехали туда из Саудии, чтобы дарва делать. Однако тебе маленький ребенок, он сам тебе дарва делает. Обязательный шарт, обязательные условия не выдают дочку замуж, если жених не Куран Хафиз. Если весь Куран не знает наизусть. Говорит, по дороге идет, отец читает Куран. Намаз почитали, возвращается из мечети, со своим сыном идет. Сын ему уже пересказывает то, что отец ему читал. Если остановился, отец чуть-чуть даст ему, он вспоминает, потом дальше рассказывает. Поэтому, субханаллах, ну, конечно, это Мавритания, но в Москве понятно, что дела и так далее. Но мы должны, так же, как мы для этой жизни стараемся, уделять время в день хотя бы час-два для талибы л-инм, чтобы требовать знания, чтобы читать Куран, изучать нашу религию. Не просто так вот оставить на второстепенное, как будто для этой жизни нас Аллах сотворил. Должны уделять по чуть-чуть, по чуть-чуть, аль-хамдуллах. Теперь смотрите, Абу-Хатим. Теперь результат посмотрим этого человека, этого ученого. Книга Аль-Джархуат-Та'дил, Абуль-Хукма Аля-Л-Ахадис. Книга Аль-Джархуат-Та'дил или Хукма Аля-Л-Ахадисов из девятитомник. Ахкам-Руджаль, Аби-Хатим. Книга Ахкам-Руджаль принадлежит Абу-Хатиму. Он ее написал. То есть вся умма сегодняшний день, если возвращается в эти вопросы Аль-Джархуат-Та'дил, нужно обязательно вернуться в этот девятитомник. Тафсир. В области тафсира. Десятки томов он написал Абу-Хатим. Цепочку, чтобы вот это все хукмы, хадисов, если найти, то с вами умма пророка Мухаммада сегодня возвращается в книгу Абу-Хатима. Но если посмотреть, эти люди так же жили, как и мы. То есть столько же, так же и ходили, так же и кушали. То есть так же жизнь у них пролетала, столько же лет им дано. Но они не жили тысячелетиями, не столетиями, жили мало. Однако именно правильно относились. Так же и у них были дела семейные, так же на рынок выходили. Но однако, субханаллах, уделяли внимание. Ибн Хаккан был министром у мутовоккеля. Когда чем-то был занят, то есть, например, подписывал какие-то документы, а у Ибн Хаккана в кармане была книжка, в кармане была книжка, откуда он брал знания. Может быть, это были хадисы, может быть, это были какие-то другие знания, но в области шариата. И когда он подписывал документы, этот министр, он в этот момент просто так не проводил время, брал и что-то повторял, что-то читал. Когда он заходил, он вместе с ним где ходил, его заведником был, был его вазиром. Когда он заходил в уборную, в этот момент он его на улице ждал, читал, повторял. Просто так время свободно не проводил. И вот этот Альфат Хаккан тоже стал муфтием, великим ученым муфтием. Альфат Хаккан сказал один раз, я пошел по павилену Ибн Ула, и тогда он у меня спросил, куда ты идешь, о Асмаи? Куда ты идешь? Он говорит, я иду к своему другу. Я потом объяснил для чего. Говорит, я для чего иду к другу? Или польза какая-то в этом есть, обговорить какие-то вопросы, ему чем-то помочь, он мне чем-то поможет, да, то есть для пользы. Второе, или приглашен на обед, на ужин, чтобы посидеть с ним покушать. Или дать им, то есть выразить соболезненно, если когда кто-то умер, навестить друга. Если этих трех вещей нет, то я не пойду. То есть именно опять же в братстве и дружбе вот эти вот три основные вещи, чтобы была не просто так на словах муджамаля, то есть для красивого слова, а была польза братья, чтобы именно приносили пользу для этой жизни, для вечной. И хотелось бы, сейчас уже будет, иншаллах, закончить касса, то есть история Ибрахим ибн Джаррах, на шейх Кудафи и Асри, аби Юсуф аль-Кады. Абу Юсуф, знаете, аль-Кады, он был аль-Кадыем, судьей ля-адады минал-хулафа у многих правителей. И Ибрахим ибн Джаррах, это был его одним из учеников абу Юсуфа. И тогда он пришел, чтобы этого абу Юсуфа навестить, когда он сильно заболел, то есть до того абу Юсуф заболел, сильно болезнь была, он уже не мог что-то говорить, еле-еле говорил. В этот момент Тельмид, вот этот ученик, Ибрахим ибн Джаррах, пришел его, чтобы навестить и хотел тоже с пользой провести время со своим шейхом. То есть опять же, когда ты берешь знания у ученых, у шейхов, хочешь от него пользу взять, какой-то хадис услышать, какой-то, чтобы вопрос ему задать. И он пришел его, чтобы навестить и также взять пользу. И его шейх абу Юсуф знал, что он всегда, его ученик, приходил, чтобы брать знания и не хотел просто так, чтобы его навестили. И тогда он сразу же ему вопрос задал. То есть те, кто был в хадже, он говорит, что лучше для хаджия, когда идет, чтобы кидать камни. Вы знаете, когда хаджи, паломник идет, чтобы бросать джамарат. Первый идет столб джамарата сугра, маленький столб, потом аль-уста средний и последний, это большой. Во время первого, когда останавливается, делает дуа. Паломник кинул семь камней, делает дуа. Потом второй, средний, семь камней кинул, делает дуа. В третий кинул, дуа не делает и уходит. И он ему задал такой вопрос. Что лучше, стоя, говорит, кидать камни или, если ты на верблюде, не слезая с верблюда, кидать камни? Тогда он говорит. Он говорит, стоя, досмелся на тобой, Аллах. Он говорит, ты ошибся. Он говорит, значит, сидя на верблюде, ошибся. Уже человек больной. То есть болен, еле-еле, говорит. И тогда говорит, дай мне, пока ты не умер, ответь мне на этот вопрос. Тогда он сказал, если около первого столба он кидает, лучше стоя, чтобы потом делать дуа. У второго тоже стоя. А третий уже, перед тем, как кинуть, сесть на верблюда, кинуть и уйти, чтобы не было толпы из-за тебя. Чтобы люди не делать некую такую, не задавать толпу, не задавать эту пробку. И сказал потом, Ибрахим Джарра, фалямтамур айям, илля туфия, рахмаллах. Несколько дней прошло, и он умер. Умер и даже перед смертью пользу оставил после себя. Такое. Вопросе фикха. Поэтому я хотел бы обратиться, уважаемые братья, кто мы сейчас вот здесь пришли. И также близким к нашим, особенно шабаб, к молодым братьям. Просто так не тратьте свое время. Не тратьте время на то, чем недоволен Аллах. Не тратьте на бездельное. На то, что не принесет пафаида, не принесет пользу ни в этой жизни, ни в вечной. Вы шабабу л-умма. Мы с вами шабабу л-умма молодые. Именно люди этой уммы, которые можем принести пользу. Мы должны стесняться Аллаху. Должны понимать то, что, аль-хамдуля, что мы можем сделать. Жизнь, она так и так пройдет. 60-70 лет. Кто-то в молодости умирает. Сегодняшний день от коронавируса. Сколько умерли наши знакомые, близкие. Те, кто болеют. Однако, это быстро все проходит. Однако, чтобы вот этот срок, который мы прожили, чтобы и после нашей смерти была польза для уммы пророка Мухаммада, для окружающих людей. Поэтому мы должны именно проводить с пользой свое время. Пускай там ватсап, переписки, чаты, просто так бесполезные разговоры не кушают наше время. Сегодня день прошел, мы еще приблизились к нашему сроку. Умма сегодняшний день. Сегодняшний день умма, в Аллахе, она нуждается в ученых. Нуждаются в области хадиса, в области фикха, в области тафсира. Пускай просто так наша жизнь не проходит. Как сказал Умар ибн Хаттаб. От которой нету пользы не в этой жизни. И вечный. Поэтому сахабы, радуан Аллаху алейхим, ибн Масиуд, Умма, раду Аллаху, говорит, падает в моих глазах. Такой человек, который просто так без пользы проводит свое время. Я прошу Аллаху, чтобы каждая наша минута была с пользой для нас, для близких. Для уммы пророка Мухаммада, для наших соседей, для всего человечества, чтобы, альхамдуллах, чтобы наша каждая секунда, минута принесла пользу в обществе. И чтобы короткое время, которое нам дано в этой жизни, чтобы и после смерти наше имя оставалось, и за нас сделали дуа и приносило пользу остальным. Субтитры создавал DimaTorzok